В выходные в гостях у манчегорцев побывал известный российский писатель. Центральная городская библиотека принимала в своих стенах лауреата российских премий «Большая книга» и «Русский букер-2014». Кандидаты исторических наук Владимира Шарова. На встречу побывали Мария Грибановская и Валерий Сагдеев. В гостях у манчегорцев побывал российский писатель, лауреат многих литературных премий, кандидат исторических наук Владимир Шаров. Писатель интересный, своеобразный, стоящий особняком в ряду других российских мастеров пера. Его произведения не рассчитаны на широкого читателя, и их нельзя назвать коммерческими проектами, так как, по словам самого автора, пишет он исключительно для себя. Приезд Владимира Шарова стал для города важным культурным событием. Проходит она в рамках мероприятий «Года литературы» и в рамках литературного фестиваля «Живое слово». Фестиваль этот поддержан благотворительной программой «Мир новых возможностей» Норильского никеля, поэтому большое спасибо и Кольской компании, и Норильскому никелю, и всем, кто поддерживает культуру. Сам Владимир Александрович на Кольской земле впервые, но корней, ведущих в наши края, у писателя много. Семья Владимира Шарова была непосредственно связана с Севером. Получилось, что моя семья вообще очень тесно была связана с Севером, потому что отец участвовал в одном из первых фактических перелетов, они летели на Чукотку, а потом первый раз прилетели вдоль всего Северного побережья, Довитого океана, 30-й году это было, а дядя мой строил первый рефрижератор, и тоже спускал их на воду в Мурманске. Тема семьи и рода центральная, сквозная тема произведений Владимира Шарова. Писатель признается, что безумно тосковал по большой семье. По его мнению, невозможно познать жизнь без связи и преемственности поколений. На каком-то этапе жизни мне стало казаться, что вот вне, или даром Библия вся построена на преемственности, на связи, на поколениях, что какие-то самые важные вещи в течение одной человеческой жизни понять очень-очень трудно. Челесчур коротко, челесчур мимолетно, и, может быть, ты успеваешь прожить, но успеваешь это дело понять и осмыслить. Понятие и осмысление жизни Владимир Шаров сравнивает с написанием дневников и перевариванием пищи, когда один и тот же материал проходит несколько разных ступеней осмысления. Литература в этом смысле для Владимира Шарова является способом познания жизни. Отсюда свой особый стиль, свое восприятие истории. И в этом плане к писателю предъявляют немало претензий. Одно из основных обвинений в жонглировании историческими фактами. Многие считают его мастером интеллектуальной провокации. Нет, я не занимаюсь провокацией вообще. Просто я пытаюсь, для меня литература, это некоторый инструментарь, я пытаюсь понять то, что другими, каким другим способом я понять не в состоянии. Писатель утверждает, что всегда был равнодушен к альтернативной истории и провокатором не является. Литература для него – это способ постижения жизни. Есть какие-то вещи, где ты знаешь большой объем, а может быть и весь объем общепринятых, общеизвестных фактов, а тем не менее вещи эту не понимаешь вообще. Не понимаешь, что было, почему так было, как это происходило. И литература, она обладает некоторой способностью, только она вся построена на бесконечной, бесконечной изменчивости. Вот то, что никакие другие источники и документы не сохраняют, и не фиксируют, и не хранят. То вдруг выясняется, что какие-то вещи можно понять. И то не сразу, а когда ты уже напишешь. И все, шаг за шагом. Несомненно, мы не удержались и задали Владимиру Шарову, как кандидату исторических наук, самый животрепещущий сегодня вопрос о ситуации в Украине. Владимир Александрович ответил, что считает происходящее огромной личной трагедией и выражает надежды на скорейшее возобновление взаимопонимания и спокойствия во всем мире. Продолжение следует...